Необычную идею для бизнеса придумал закарпатский предприниматель. У него ферма, но необычная. Разводит он здесь улиток. Продолжат наши корреспонденты. Эта ферма улиток не где-нибудь во Франции, а в закарпатском селе Нижнее Селище. Михаил ездил за границу на заработки. Когда надоело, решил заняться бизнесом дома. Надо поднимать в Украину. Это интересно. Народ не видел, не видел, не кушал. Свиньи выращивают в каждом селе, в каждом подверье. Это же обычная справа не только для Закарпатти, а для Украины в целом. Поначалу местные жители не верили в идею, что ферма улиток может стать прибыльным бизнесом. Мол, это все не диковинка. У нас есть этих улиток, и без их, что их разводят. На городах разводится так много, что все едят. Подряд, что садим капусту, цибулю. Михаил разводит породистую улитку. У нее мягкое мясо, и она за 10 месяцев достигает размеров, до которых в дикой улитке нужно расти минимум 3 года. За сезон можно собрать урожай до 10 тысяч килограммов. Компаньоны у него нашлись. Под ферму отвели 30 соток земли. Их тут зимку уже не будет. Они уже зимку будут где-то, або в Франции, або в Италии. Их там уже будет кушать зимку. На территории фермы высадили специальную траву для корма. Особых условий моллюски не требуют. Главное, чтобы было влажно и темно. Для этого установили систему орошения и вот такие деревянные доски. Хотя в ферме всего несколько месяцев, о ней уже знают туристы. Здесь им охотно рассказывают о тонкостях разведения улиток, пользе их мяса, богатого белком, и об их слизи с омолаживающим протеином, который используют в косметологии. Это маленькие или белые? Нет, это маленькие. В южу вживается только вот эта нижняя часть, эта нога их. Туристам уже предлагают попробовать улитку. Это рецепт мы придумали сами, по-закарпатски мы его назвали. Тут входит местный сыр, также входит свежий творог, специальные специи, грецкий горько, масло сливочное, ну и, конечно, мясо равлика. Ну, Боже, помоги. Не очень выглядит, ну ладно. Ничего, вкусно. По плотности, как кальмар. По вкусу, как курица, может быть, со специями. Впрочем, у фермеров грандиозные перспективы. Свою главную ставку они делают на продажу своей продукции за границу. Анна Каменева, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова